Есть профессиональные коллективы, а есть коллективы любительские. В чем отличие? В уровне мастерства я бы не сказал. Сейчас принципиальное отличие. Мне кажется, у кого-то это профессия, то есть тот за это получает деньги, кто за это. Вот мне кажется и все. Очень часто, это сегодняшний день, когда смотришь на спектакли профессионалов, ну как-то задаешься вопросом, настолько ушли это профессионалы. Наши ребята, сегодняшние актеры, уже выбрали свою профессию. Это студенты Московского государственного университета. Все из одного. Там у нас по ходу идут замены, перемены. Это как бы средство организации досуга, вот так, если по-научному сказать. А если по-простому, нам просто хорошо вместе проводить время. Мы собираемся, я думаю, что если бы нам запретили заниматься театром, мы бы вышвали крестиком, коллекционировали бы марки, еще что-то. Нам просто вместе хорошо. И сразу я так небольшую рекламку. Если кому-то, ну, хочется попробовать себя на сцене, у нас нет никакого отбора. Единственное, как бы, требование, не требование, а желание, наверное, вот так вот я обтекаю, скажу, это ваше желание участвовать в общем процессе. Потому как театр, искусство специфическое, я вот здесь вот остановлюсь, потому что здесь все друг от друга зависят. Нет одного актера и уже разрушается спектакль. Ну, ценой неимоверных усилий. Мы стараемся так, чтобы друг друга не подводить. Хотя, опять же, у каждого есть свои занятия, свои учения помимо театра. Но, между тем, вот так вот то, что мы сегодня собрались и будем показывать, это не в полной мере пьеса по Оскару Уайду. Это, скорее, размышления по этому поводу. Потому как мы адаптируем каждый материал на тот уровень способности, на который сегодня ребята способны. Это можно так обозначить, что, наверное, учебная работа, скорее всего. Этот театр у нас существует уже какое-то определенное время при взрослом театре. Вот спектакли взрослого театра, там уже идут подработки, там мы уже стараемся выдерживать и стилистику оформления, и стилистику костюмов, и, может быть, даже какие-то речевые пластические характеристики. Здесь ребята только пробуют себя на уровне любительского творчества. Ну, вот так вот я как бы, можно сказать, расшатался перед началом. Не судите нас строго, как умеем, так пойдем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Мистер Эрнест Уорбинг Добрый день, дорогой Эрнест Что привело тебя в гости? Развлечения, а что же ещё? А кого ты же вчера? Никого, кроме тети Августа и Гвендарин Отличная Да, но я в этом не вижу ничего отличного Понимаешь, тетя Августа не очень тебя одобрит, только в присутствии Почему? Твоя манера вплектовать с Гвендарин совершенно неприлична Я люблю Гвендарин Я в город вернулся, чтобы сделать тебе предложение Ты же говорил, чтобы развлечься У тебя нет никакой романтики Не нахожу никакой романтики предложений Быть влюблённым это действительно романтично, но предложить руку и сердце Предложение могут принять, и тогда прощай всё очарование И потом, слушай, Гвендарин моя кузина Я теперь решил жениться о ней, только это объяснить В каких отношениях ты с некой Сесилией? Сесилия? О чём ты говоришь? Я не знаю никакой Сесилии Лейн Принесите, пожалуйста, портсигар, который мистер Уординг забыл у нас Слушаюсь, сэр Так, значит, мой портсигар всё время был у тебя? А почему не сообщили? Хм, да, но судя по надписи, портсигар не твой Это подарок некой Сесилии А ты сказал, что не знаешь никакой Сесилии Ну, знаешь ли У меня есть тётка, которую зовут Сесилия Хм, тётка Да, чудесная старушка живёт в деревне И почему твоя тётка называет себя Маленькой Сесилией? Бывают тётки большие, бывают тётки маленькие Это ерунда Ну так Ну а почему твоя тётка называет тебя дядей? Слушай, мой отманенький Сесилия издать нежной любви дорогому дяде Джеку Тебя вообще, Эрнест зовут, а не Джек Меня зовут Джек Странно, я все представлял тебя как Эрнеста Это даже у твоих визитной карточках написано Мистер Эрнест Уординг, Б4 Олбани Ну да В городе меня зовут Эрнест, а в деревне Джек А портсигар подойдёт мне в деревне И что это значит? Тут всё очень просто Покойный мистер Томас Кардио назначил меня опекуном Своей внучке мисс Сесилия Кардио И она называет меня дядей из чувства уважения, которое ты, видимо, не способен наценить И живёт в моём загородном доме под надзором Парсенной Мавернанке мисс Призник И где же твой загородный дом? Тебе это не к чему Так вот, чтобы хоть изредка бороться в город Я ей говорю, что еду навестить своего младшего брата Эрнеста Который то и дело попадает в страшные передряги, вот и всё Да, это очень полезный брат А у меня представь себе есть неоценимый, вечно больной мистер Бендери И я навещаю его, когда мне вздумается Слушай, теперь, когда уберился, что ты тоже заявлял бенбарист Да никакой я не бенбарист Если к Бендерин согласится, я тут же прикончу своего младшего братца Впрочем, покончу с ним в любом случае Сесилия, что слишком часто надо же выинтересоваться им И тебе я советую сделать то же самое с твоим больным другом, как вот там Ничто не заставит тебя расстаться с мистером Бендери И если ты когда-нибудь женишься, что представляется мне маловероятно Я и тебе советую с ним познакомиться Слушай, жена-то человек, если он не знаком с мистером Бендери Готовит себе очень скучную жизнь Глупости, если я женюсь на Гвенделе, а это единственная девушка, на которой хотел бы жениться То поверь, я ей знаю, что он мистера Бендери Тогда твоя жена захочет Рэнди Блок, не старайся быть сиником Сэм, к вам пожаловали леди Брэгнелл и мисс Ферфаркс Извини, что вы опоздали Алджуру, но я должна была довести к милую леди Харбен Я не была у нее с тех пор, как умер ее медный муж И должна сказать, я никогда не видела, чтобы женщина так изменила Она помолодела на 20 лет, а теперь я бы выпила чаю С удовольствием, дядя Гвенделе, с величайших удовольствием Черт возьми, Гвендолин, как-то элегантно Не правда ли, мистер Ординг? Да это просто совершенство, мистер Ферфаркс Надеюсь, что нет, это лишило бы меня возможности совершенствоваться Иди к нам, Гвендолин Ну, мама, мне здесь хорошо А у меня для тебя сюрприз За обедом я хочу посадить тебя с Мэри Фаркер Такая прелестная женщина Боюсь, я тебя густо, я буду в ней отказаться от обеда у вас сегодня Ну почему, Алджи, это расстроит мне весь стол? Мне очень жаль, я сожалею, но мне пришла срочная телеграмма О том, что мой близкий друг мистер Бенбери снова ужасно болен И там все ждут моего приезда Когда твой мистер Бенбери, как видно, очень слаб здоровьем Да, да, мистер Бенбери совсем инвалид Я думаю, что ему уже пора решить, жить или умирать Колебаться в таком важном вопросе просто глупо Ты очень меня обяжешь, если от моего лица попросишь его поправиться к субботе Потому что я рассчитываю на твою помощь в составлении музыкальной программы Я постараюсь предупредить мистера Бенбери Если он еще в сознании и ручаюсь, он поправится к субботе Конечно, с музыкой много проблем Но я подготовил некую программу Пойдемте в кабинет Спасибо, Алджин, ты помнишь свою тетку Уверена, программа будет замечательной, если ее немного подправить Гвенберин, идем с нами Иду, мама Не правда ли сегодня чудесная погода, мистер Барс? Каждый раз, когда мужчина говорит со мной о погоде, я знаю, что на уме у него совсем другое И это действует мне на него Но я хочу сказать о другом Вот видите, я никогда не ошибаюсь Мистер Барси В той самой минуты, как я вас видел, я восторгался вами больше, чем всякой другой девушкой Я это прекрасно знаю И вы мне тоже всегда очень нравились Даже до того, как мы с вами встретились, я была к вам неравнодушна Моей мечтой всегда было выйти замуж за человека, которого зовут Эрнест В этом имени есть нечто волнующее Как только Алджин сказал мне, что у него есть друг Эрнест, я сразу же поняла, что мне суждено полюбить вас Вы действительно любите меня, Гвенберин? Страстно Вы даже представить себе не можете какое-то для меня счастье Ну, Эрнест Скажите, а вы не смогли бы полюбить меня, если бы меня звали иначе? Ну, вас ведь зовут Эрнест Ну да, конечно Но если бы меня звали как-нибудь по-другому, неужели бы вы меня не полюбили бы? Но ведь это только метафизическое рассуждение И как всякие метафизические рассуждения, оно не имеет ровно никакой связи с реальной жизнью Такой, какой мы ее с вами знаем Сказать по правде, мне не совсем нравится имя Эрнест По-моему, оно не вовсе не подходит Вам оно подходит больше всего Оно волнует, оно музыкально Ну, браво же, Гвенберин, здесь много имен гораздо лучше Джек, например, прекрасное имя Джек, например, оно вовсе не музыкально Оно не волнует, не вызывает никаких вибраций К тому же я знала нескольких Джеков, и все они были один другого ординарные Мало того, Джек это ведь сокращенное от Джон И мне искренне жаль любую женщину, которая вышла бы замуж за человека по имени Джон Гвенберин, мне необходимо сейчас кратиться То есть я хотел сказать, жениться, нельзя терять ни минуты Жениться, мистер Ординг Да, и я люблю вас, и вы мне дали основание думать, мистер Парк, что вы не хотели бы наложить ко мне Я обожаю вас, но вы не делали мне предложение Этот вопрос даже не поднимался Вы разрешите сделать вам предложение Думаю, для этого сейчас самый подходящий случай И чтобы избавить вас от разочарования, я заявляю вам, что готова ответить вам согласием Гвенберин Да, мистер Ординг, так что же вы хотите мне сказать? Вы же знаете все, что я хочу сказать Но вы не говорите Гвенберин, согласен с тобой? Конечно, милый, как долго вы собирались Надеюсь, вам не часто приходилось сделать предложение Мистер Ординг, встаньте Это в высшей степени неприлично Мама, подождите в той комнате, мистер Ординг еще не закончил Чего не закончил, осмелюсь спросить? Я помолвила с мистером Ордингом Не надо это Должна тебе сказать, что ты еще ни с кем не помолвлена Когда придет время, я или твой отец сообщим тебе об этом Помолвка для молодой девушки должна быть неожиданностью Приятно или неприятно, это уже другой вопрос Но нельзя же позволять молодой девушке самой решать такие вещи А теперь, мистер Ординг, я хочу задать вам несколько вопросов А ты, Гвенберин, подождешь меня внизу в карете Ну, мама В карету, Гвенберин Вы можете сесть, мистер Ординг Благодарю вас, милый брат Милый брат Должна сказать, вы не значитесь в моем списке женихов Но если ваша ответность будет соответствовать требованиям заботливой матери Я так и буду внизу вас в него Сколько вам лет? Двадцать девять Ваш доход? От семи до восьми тысяч в год В акциях или в земельной ренте? Главным образом в акциях Это лучше У меня еще есть загородный дом и, например, земельный участок около полутора тысяч агров Загородный дом? Ну а сколько в нем спали? Впрочем, это не важно Надеюсь, у вас есть дом и в городе Такая простая, неспорченная девушка, как Майя Гвенталин, не может жить в деревне У меня дом на Белгрейхсквере На какой номер? 149 Так и знала, что без дефекта не обойдется Немодная сторона Но это можно поменять Что иметь? Модная сторона Если понадобится и то и другое Ваши родители живы? Нет Боюсь, я потерял их родителей Ну а кто был ваш отец? Боюсь, я неправильно выразился, сказав, что потерял рабоих родителей Вернее сказать, что они меня потеряли На самом деле, я не знаю свое происхождение Я найденыш Найденыш? Да, покойный мистер Томас Каприо Письмо на персердечный и щедрый старик Дал мне фамилию Уординг Но вы не сомневайтесь, я готов на все Не обеспечить счастье Геннелина Я очень рекомендую вам, мистер Уординг Постараться обзавестись хотя бы одним родителем И сделать это желательно до окончания сезона Ну правда же, я не знаю Сэр, неужели вы думаете, что мы с лордом Брэкнелл Позволим нашей единственной дочери выйти замуж? Прощайте, мистер Уординг Пошли Ну что? Так, что показало? Скажем, путься Мисс Пэтфакс Ауджи, отвернись А ваша простодушие для меня просто непостижимо Ваш адрес в Уолбине у меня есть А какой ваш адрес деревни? Поместье Вултон в Харске Надеюсь, почтовая связь у вас налажена Возможно, мне придется приведать к кончайным мерам Но это потребует дополнительного обсуждения Сколько вы пробудете в городе? За помнительника Прекрасно Ауджи, можешь повернуться? Я уже повернулся Вы позволите проводить сейчас декорито даромяя? Само собой Лэйн! Собрите мои чемоданы, я пробуду не гордо до понедельника Слушаюсь, сэр Сейчас со станции прибыл мистер Эрнест Уординг Снимь его чемодан Мистер Эрнест Уординг Б4 Олбине Несчастный брат Эрнест Уординг, вы сказали ему, что мистер Уординг в Лондоне? Да, мисс Он очень горчился и сказал, что хотел бы побеседовать с вами Я думала, нужно сказать экономке, чтобы она приготовила для него комнату Слушаю, мисс Никогда в жизни не встречала по-настоящему распутанного человека Мне страшно Так это вы, моя маленькая кузина Сесилия Вот какая-то ошибка Я совсем не маленькая, напротив, для своих лет это слишком высока Но я действительно ваша кузина Сесилия А вы сделали по визитной карточке бродили человека куза Нернест Распутный Куза Нернест Распутный Я не Распутный Надеюсь, вы не ведёте двойную жизнь, прикидываясь Распутным, когда на самом деле вы добродетели Это было предсмерие Конечно, и было весьма весьма легкомысливым Очень рада, что вы так признаёте Если уж вы заговорили об этом, то должен признаться, что шарил я достаточно Не думаю, что вам едут этим партисом Но, вероятно, это вам доставляло удовольствие Для меня гораздо больше удовольствия быть здесь, с вами Я вообще не понимаю, как вы здесь учились Едать дверь вернёт, это как в понедельник Очень жаль, вы должны уехать в понедельник первым же поездом А я думаю, вам нужно остаться и дождаться дяди дверь Он хотел поговорить с вами относительно эмиграции Относительно чего? Вашей эмиграции Он поехал покупать вам дорожный костюм Никогда бы не поручил Джеку покупать мне костюм Он галстук выбрать не способен Не знаю, вам понадобятся галстуки Дядя Джек собирается вас отправить в Австралию В Австралию? Да лучше на тот свет Да, в среду до обеда он сказал, что вам пришли выбирать между этим цветом, тем цветом и Австралией Да не хочу никакую Австралию Для меня этот свет хорош Но это точно любой характер для него? А боюсь, что нет Поэтому я хочу, чтобы вы взяли из-за моего воспитания Это могло бы стать вашим призванием Конечно, если вы это захотите, кузина Потому что сегодня у меня на это нет времени Ну тогда, может быть, я сам отправлюсь Сегодняшку И более этого спасибо, но почему бы не попробовать? Непременно попробую Я же чувствую, что становлюсь лучше Но вид у вас толпунда Это потому что я голоден Ах, как это не пришло мне в колбу, конечно Кто-то собирается возродить всех новой жизни Но для себя регулярно и здоровым питанием Пройдёмте в дом Благодарю вас, Сесилия Вы, на это, хорошенькая девушка Я думала, но мы съедем только говорить со мной И красивая У меня есть призем, говорит, что красота Это ловушка Это ловушка, в которую с радостью попался бы всякий здравомыслящий человек Ну ты, может, и не хотела бы пора здравомыслящего человека А чём с ним разговаривать? Мистер Ворден А мы не ждали вас не раньше понедельника Причем у вас скорбное деяние? Мой брат Новые долги разносутся Тенете звание наслаждения? Умер Ваш брат Эрнесс умер? Да, умер Мистер Ворден Прилем на нашу мое искренне соблазнение Вы с ним были до конца? Нет Он умер за Гравицей В Париже Вчера пришла телеграмма управляющего Гранд Нотеля И в ней упоминается причина смерти По-видимому, острая простуда Никто издаст несовершение Я и сам высшей степени подвержен простуде А погребение полагается здесь? У нас? Нет Он, кажется, завершался в его похоронителях Париже Париже, да Ведь он до самого конца не привел достаточно серьез к обряду упрещения Кстати, а вы не теперь спите? Это одна из моих главных обязанностей Смею просить мистер Ворден Вы заинтересован в судьбе какого-нибудь ребенка? Нет В данном случае я сам хотел бы поздравить за первое крещение И не позднее, чем сегодня, если будет свободно, конечно Ну, мистер Ворден, вы от света уже крестили Я не помню Как у вас на это что-то имеют сомнения? Я не хотел бы затруднять вас, доктор Может быть мне уже поздно креститься? Нисколько В котором часу вы хотите совершить обряд? Я за мной У меня же вам будет заглянуть часов около пяти Или в половине шестого, если вам удобно Вполне А теперь, мистер Ворден, разрешите покинуть ее обители скобик И от всей души вам не советую сгибаться На то, что вам кажется тяжким испытанием На самом деле, скрытое благо Это, ШЕК Как я просто глянули... Как раз просто глянули... ...